Вот такая у нас будет лягушка. Она у нас сделана на спице. То есть эта спица специально покрыта раствором для того, чтобы стекло не прилипло намертво к металлу. Анна Иванова вот уже 10 лет занимается производством стеклянных украшений. Художник по образованию в этом деле преуспела. Проводит выставки. Ее изделия демонстрировались на конкурсе «Платье города». Женщина больше всего любит морскую тему, поэтому у нее так много ракушек и улиток. Надо сказать, что у каждого мастера есть свои стили. Я не пытаюсь повторять ни те бусины, которые я видела, ни какие-либо другие. Потому что горизонты стекла настолько безграничны, что, мне кажется, на каждого мастера хватит чего-то неизведанного. Безутайки показывает весь процесс. Здесь важны не столь знания, сколько практика. Сережки и кольца мастер может смастерить за 30-40 минут. Вот ювелирная работа. Из инструментов различные пинцеты. Больше напоминают хирургические. Венецианское стекло из мурана и горелка. И обязательно вытяжка, чтобы в организм не попали вредные вещества. Как только мы увидели на кончике палочки вот такое красное освещение, это значит, плавление уже происходит. Ну а дальше как фантазия пойдет. Главное не дать материалу остыть, а то стекло лопнет. Отправлю в керамическое одеяло, где она в течение 30 минут будет медленно остывать, пока мы ее сможем увидеть. Анна тратит ежедневно на выжигание по 8 часов. Это трудоемкая работа. То есть здесь обязательно нужно какое-то отдельное помещение, здесь нужно оборудование, которое заказать можно только из-за границы. Элементарно нужно какое-то знание английского языка, чтобы разобраться на всех этих английских и канадских сайтах. Оборудование для новичка можно подобрать за 30 тысяч, но лучше прийти и вначале попробовать. Анна проводит мастер-классы. Планы на всю работу ушло 10 минут. Я попытаюсь развить миф о том, что это делается быстро и попытаюсь сделать хотя бы бусинку. Поэтому надеваю защиту и включаю варилку при температуре 1200 градусов. Вот центрую бусинку, между прочим, я сейчас. А руки-то трясутся. Сегодня женщина известна во всем мире. У нее покупают изделия из США, Голландии, Китая. Самые популярные прозрачные сережки с бисером. У них очень трудно разбить. Допустим, вот такой кулон можно забить молотком металлическую вставку, и он совершенно не разобьется. У сережек чуть сложнее с хрупкостью, потому что у них есть торчащие детальки. Такие сережки лучше лишний раз не ронять на кофейный пол. Но, допустим, оденья на колер, они вполне себя выделят. Ну что ж, мое супер-изделие сейчас находится в печи, что получилось у Анны. Давайте посмотрим. И лягушка, которая выкрыла. И удачу она точно будет принесить ее на такладку спинти каждый день. Может быть, принесет удачу. Алена Павлова, Надежда Головина, ОТВ.